Всем привет дорогие друзья, с вами Ёрныч, сегодня играем на тестовом серваке и будем рассматривать битву крови, друзья, да, где мы сможем получить новый скин на пегги, ну и также непосредственно новую героиню танкистку Соню. Этот герой или эта героиня заслуживает вашего внимания, чтобы ее собрать и ставить в команду, как с носителями света, так и непосредственно с другими героями в нашей игре. Ну и приступаем, друзья. Битва крови. Я думаю, что данное событие вам нравится, потому что битва судеб не особо многим заходит, а вот битву крови почему-то люди любят. Ну и соответственно вы здесь будете биться, прыгать в рейтинге, также вы можете провести тренировку с кем-нибудь из ваших друзей из сокланов, но это обязательно надо сделать, потому что есть такое задание провести три тренировки. Посмотреть записи боев, кто когда вас тут, ну короче кому вы проиграли, кого вы, ну в общем вы кого выиграли, да, вот такие вот тут приколюхи. И также есть сундук с сокровищами, он будет два раза за рейтинг выдаваться вашему клану, но я думаю, что надо все-таки что-то разработчикам делать, потому что мотивация такая себе, жиденькая. Надо какие-то награды более крутые, может быть рамки или более крутые призы в виде астрокарт, они бы не помешали, да, или карт времени, чтобы призывать перерожденных героев. Потому что все вот это, ну это просто капля в море, 28 тысяч эссенции на целых 70 игроков вашего ополчения. Ну, кто-то конечно рвет там свои когти, да, тратит кучу времени, чтобы попасть в этот рейтинг, но я не вижу смысла ради вот этих 28 тысяч. Но если вы обладаете количеством большим времени, вы можете биться без проблем. Также вы можете там взять помощь, помочь, журнал посмотреть, почитать лор под восклицательным знаком, история руководства, в общем тут все описано, да, все вот эти правила. Ну и соответственно выполнение заданий. В общем ежедневно вы будете выполнять, получать разные ресурсы в виде энергии для прокачки ваших героев золота, это тоже очень важная эссенция. Один свиток и сундук с ресурсами, которые вы выберете. Ну и также общее задание, которое я выполнил в первый же день, за 20 минут. Здесь вы в итоге получаете два вот таких вот сундука, потом вы получаете 10 в итоге простых свитков, друзья. И в конце вы получаете скин на нашу замечательную пегги. Давайте я зайду, сразу же поменяю. Поменяю, в общем мне нравится этот скин, честно скажу, как есть, и он реально прикольный. Вот, все мы выбираем, и теперь эта малышка выглядит следующим образом. Ну посмотрите, какое чудо, у нее даже бантик вон там на платьице есть. В общем все равно видно, что по лицу такая не очень добрая девочка, такую встретишь где-нибудь там вечерком, да, в подворотне, ты офигеешь. Она тебе еще и бутылкой огреет, еще и тебя это обчистит. Ну в общем, пегги, она теперь другая, но она выглядит прикольно, но лицо ее выдает, конечно же, эту красную шапочку. Ну и давайте проведем парочку боев, а потом будем с Соней. Сейчас меня кто-нибудь опять отпинает. Мне в последнее время, вообще, когда я дошел до рейтинга 1500, мне везет, мне выкидывает какого-нибудь чувака или там мадам. И она с рейтингом там 1380, допустим, да. Если я выиграю этого игрока, мне дают копейки, а если я проигрываю, я теряю капец. Просто дофига. И еще с колодой карт не всегда везет. Ну будем как бы откровенны, да. Колода карт бывает у вашего противника гораздо сильнее. В общем, что мы здесь будем ставить? Ну давайте мы поставим брутуса, мы поставим сюда Тео Вин. Тео Вин. Я не знаю, кого он тут поставит, но явно он Эйрончика будет, наверное, втыкивать по центру. Все любят Эйрона втыкивать по центру. Редко кто ставит наверх, на задний ряд. Или как-то там, ну не знаю, вперед, да. И всякое бывает. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим. Ставим здесь вот этого чувака, ставим Изабеллу. Изабеллу. Ну, правда, тут вот этот вот бык лесной, там еще и Антадра. Давайте поставим Десиру. У нас есть, в принципе, бонус. Еще даст ускорение вот этот Респен. И какое-то сдерживание сделает Брутус. Ну там Эйрон. Если он сейчас протыкает эту Десиру, то все, можно сливать. Ну вот видите, по центру поставил Эйрона, как я и говорил. Да, Десира сразу отъехала. Респен подключается. Ну да, победа. То есть, пока Тео Вин с Брутусом там, короче, дрались. У нас Изабелла и Респен сделали свое дело. Ну и Тео Вин, конечно же. Так, полетели. Сейчас еще один бой. Задания ежедневные. Надо тоже выполнять. Быстренько выполним, чтобы я потом к этому не возвращался. Ну и принцип битву крови, я думаю, вы прекрасно понимаете. Событие веселое. Иногда разнообразит вашу игру. Так, что там у человека? Ага. Мы, короче, поставим вот так. Однозначно. Однозначно. Поставим еще гранита. Достаточно хороший герой. Достаточно хороший герой. Так, окей. Теперь мы сюда ставим, наверное, знаете кого? Мы поставим сюда Десиру по центру. Мы поставим сюда Леонардо да Винчи. Вот так вот. Ну там Фрэмптон будет залетать. По-любому он Фрэмптона поставит. Это два героя подземных. Они дадут хороший бонус. Плюс Мизот еще и плюс Лика. И мы поставим Этселон. Можно было, конечно, поставить сюда Скрэга. Он бы залетал. Он бы давал бонусы на передовой. Но я поставил гранита. Чтобы был двойной контроль. Не знаю, насколько нам это поможет, друзья. Ну, сейчас посмотрим. Десиру Ультани. Красотка. Пожалуйста. Отлично. Так, тут еще залетает от гранита. Живем. Живем, братцы. Ну, пожалуйста, живите. Этсел отъехал. Это плохо. Блин, Мизот это жопа еще та. Он может в итоге всех уничтожить. Ну, так, наверное, и произойдет, друзья. То есть, вот эта обезьяна долбанутая с Мизотом. Они переживут всех. Поражение. Поражение. И в итоге, да. Вы посмотрите, что тут натворил Этсел. Ну, это обезьяна, конечно, с Мизотом. Блин, Мизот это очень крутой танк. Очень крутой танк. Хочу его себе. Ну, не знаю, когда получу. Короче, вот. Одержает две победы. В принципе, это можно не выполнять. Тут никаких батл пассов нету донатных, друзья. Поэтому, на этом, наверное, все. И приступаем к Соне. Но, для начала, еще покажу, что у меня эта мадам выглядит уже вот такая. Когда мы берем ее на три дня в тест. Обязательно возьмите поздно вечную в пятницу, чтобы застать пятницу башню носителей света. В воскресенье, когда все башни будут активированы. И в понедельник. Тогда три дня будут вашу копилочку. В общем, Е60 плюс 39 из 9 шмоточки Т4. Давайте еще глянем характеристики. ВДЖ, кстати, я помню, мне это многие поправляли в последнем видосе. Это у нас выдержка. Выдержка отвечает за то, что как будут проходить дебафы. Потому что по отношению выдержки и интуиции там есть паритет. То есть, чем больше интуиции, тем больше будет проходить. Чем больше выдержки, тем больше будет, соответственно, выживать. И не проходить всякие гадости на вашего героя. В общем, неплохие параметры для танка. Который носит, соответственно, у нас что? Кожу, друзья. Да, потому что это ловкач. Но качается по ветке танков в древнем древе. В общем, вот такая вот мадам. Есть у меня еще две копии. Этой малышки я уже получил, друзья. Скажите, как? Ну, выловил на самом деле. Крутанул фиолетовую карту с круга. Ну, и плюс еще гарант за три косаря. У меня есть еще простые свиточки. Вот с этого события. Давайте мы крутанем. Даже так? Ёлки-палки. Это магия видео, что ли? Камон, Хеос упал. Очуметь. Мне как бы этот чувак вообще капец нужен. Друзья, ну, блин, это магия видоса. Я его хочу прокачать на одну звезду. И сейчас я астрокарты, и я вливаю именно туда. Очуметь. Упал Хеос. Ну, я не ожидал. Я не ожидал. Так, вот они, эти сундуки. Давайте отсюда возьмем эссенцию, друзья. Так, и с этого сундука я беру монеты По. Потому что монет По мне капец не хватает. Капец не хватает. Так, ну, две копии в копилочку, да? То есть, еще и Хеоса надыбал. Очуметь. Короче, осталось тут недолго. Семь дней. За семь дней я не знаю, где я намучусь с кристаллами. Но если бы я прокрутил эти пять копий, у меня бы уже на руках было семь копий, друзья. Поэтому мне очень обидно, что я не знал, не знал, что выйдет такой герой. Но у вас сейчас на глобальном серваке, и у меня в том числе, есть время, чтобы подкопить кристаллы. Если приоритет пока у вас очень размазанный. То есть, вы не знаете, кого собирать. Но те, кто собирает дальше Лукрецию или какого-то очень значимого героя, это не означает, что вам надо переключаться. Но в список желаний этого героя вы обязательно должны добавить, даже если вы недавно начали играть. Потому что это один из лучших сейчас танков в этой игре, друзья. Я вам точно могу сказать. Точно могу сказать. Ну, в общем, вот так вот как-то. Блин. Ну, окей. И давайте немножко расскажу про этого героя. Что меня впечатлило в первую очередь. Меня впечатлило то, что когда вы будете качать этого героя, первое, что вы должны сделать, максимально прокачать мебель 9 из 9. Я также объясню почему. Потому что как только вы начинаете бой, мебель 9 из 9 позволяет вам дать заднему ряду всей вот этой линии, где стоит Аталия, Скарлетт и наша замечательная Пегги, 3 розы золотых. Поэтому эта команда уже из трех героев однозначно какое-то время будет жить. И вариативность тогда вашей команды увеличивается в разы. Потому что туда можно поставить и Хазарда, который очень тонкий, и ему как раз-таки надо время, чтобы прожить. А потом ультануть и в итоге всех заморозить нафиг. Поэтому этого героя вы должны в своем арсенале, ну, как бы, иметь, да, или обладать этим героем. Как минимум на мифике, друзья. Как минимум. Он всегда пригодится. Также в задний ряд вы можете ставить запрыгивающих героев по принципу Сисилии, Аталии, как вот здесь вот, да, допустим, Фрэмптона, вот этого дурачка-клоуна, который тоже запрыгивает, но у меня его нет. Потому что с этими тремя розами эти герои будут жить дольше. Но когда они наберут энергию, вся их мощь выплеснется наружу. Также вы можете на задний ряд ставить и каких-то дальнобольных героев. Ну, не знаю, там, Скарлетт, Белинда, то есть Изабелла. Очень большая вариативность сразу. Но это не означает, что вы Соню должны всегда ставить в первую линию, друзья. Почему? Потому что иногда она не может пережить тот урон, который в нее будет залетать. И тогда вы можете ее поставить в задний ряд. Она все равно выйдет на передки. По-другому никак не скажешь. Но она будет с тремя золотыми розами. Она также будет жить. Она также будет кастовать. Она будет помогать раздавать золотые розы вашей команде. Накидывать черные и красные розы на команду противника. И помогать уничтожать врага. Это поистине очень крутой танк по своей механике, который меня впечатляет, друзья. И вот просто элементарно. Давайте посмотрим вот этот бой на этапах кампании. Понятно, что тут уровень противника не очень высокий. Но вы посмотрите, сразу задний ряд начинает с тремя золотыми розами. Это шикарно, друзья. Но когда этот герой начинает раскастовываться, команда живет. И причем при всем, да, вообще в этом бою, Соня еще и сама может наносить колоссальный урон, друзья. Колоссальный урон. Поэтому я считаю, что этот герой заслуживает нашего внимания. И вы просто обязаны ее собрать. Понятно, что я тут проиграл. Но это рандом. Вы можете просто поменять местами. Даже пегги поставить за Соню. Ничего страшного. Поставить на их четыре. И в этот раз, поверьте, мы выиграем. Понятно, что она не такая прям мега стабильная, да, как хотелось бы. Но она выполняет свою роль. И этот танк реально очень круто. И когда вы увидите битву, где мы выставляем уровень над противником, да, на арене испытаний. Вы еще раз убедитесь, насколько она помогает выживать в команде. Вы посмотрите, сколько она отхилила и сколько она впитала. Ага. Прикол. Да офигеть просто вообще. В общем, вариативность этой мадам, блин, Сони меня, конечно, впечатляет, друзья. Из компании выйдем. Тут больше показывать, в принципе, нечего. То же самое вы увидите и в башнях. Но что я хотел добавить по поводу башен, друзья. В башне короля, понятно, вариативность большая. Вы можете там разных героев ставить. А вот в башне света есть некие проблемки. И вот когда я вчера проходил, я во вторую команду ставил Соню, ставил Гвинет или Белинду или Морл. И в общем, мне вообще, как ДД, вот эти герои заднего ряда, они не понравились. Местами, конечно, Гвинет справляется. Но ей надо качать шмотки. Она очень зависима от прокачки, да. Вот. Также местами, конечно, я ставил сюда и непосредственно комбинированных героев, где была и Сесилия, и Фокс. Ставил сюда и Белинду, и Морл. И, в общем, и Белинда, и Морл мне не зашли. И я поэтому решил, что когда-то, когда-то, мне тут в последнее время, мой друг из Америки показывал, что он прокачал Элюарда. И Элюард, это у нас маг. Он боевой маг. Но с элементами еще помощи команды. Он закидывает щит. Тот, кто запрыгивает, да, наперед. И, соответственно, у нас та же самая Сесилия получает сразу щит уже в рядах противника. Я не могу сказать, что Сесилия всю команду развалит. Но это тоже хорошее, знаете, как бы подспорье выживанию, да. То есть Сесилия будет жить дольше. Потому что на ней будет сразу три розы золотых. Ну и, соответственно, еще щит от Элюарда. Ну и плюс сам Элюард тоже может вжахивать неслабо. А он может тоже еще и выживать под своими щитами. В общем, поэтому я решил сейчас в ближайшее время, помимо Тейна, которого я буду качать, еще и собирать вот этого очень плотно по прокачке Элюарда, друзья. Да. Потом, конечно, может быть что-то изменится. Там добавится еще какой-нибудь маг или жуткий ловкач. Но пока вот от Мору я не получаю прям истинного какого-то удовольствия. Так же, как от Гвинет, да, вот от этой малышки. Она местами вообще очень тонкая и умирает очень быстро. И Белинда. Белинду я вообще сравниваю с Петардой. Бахнула, убила, молодец. Не убила, отъехала, до свидания. Ну и Мору, хотя у Мору, кстати, вот сетка есть. Он такой, знаете, неплохой. Но мне не нравится у Мору про кастовка. Про кастовка она очень долгая. И зачастую он не успевает кастануть, его тоже убивает. Поэтому мой выбор это Элюард, это Соня и это Тейн. Это те герои, которые в приоритете именно по бусту сейчас во фракции носителей света. Тут я вам все рассказал. И плюс не забывайте еще артефакт на эту тестовую копию не ставится. А Соня с артефактом это совсем другая Соня. Теперь мы переходим с вами на арену испытаний. Сейчас мы туда зайдем, я уже ее прошел. Ну вот, в принципе, там одни и те же команды. И этот герой реально, блин, ну, просто уничтожает всех. Все, вот ставим просто сейчас какую пачку. Давайте мы поставим здесь вот так вот. Можем поставить Теску. Тали. Теску даже вот так, наверное, поставим. Здесь поставим Розу. Ну, Мису пусть стоит. И поставим на ручку. Запускаем бой. Бои очень быстрые. И, как правило, они в одну калитку. Ничего команда врага здесь делать не сможет. Розы великолепно работают. Великолепно. А если еще Теску раскастуются под защитой от Сони, это до свидания. Все в одну калитку. Смотрим. Причем вы посмотрите, сколько Сонька здесь накидала. Ну, очень жесткая мадам. Это был первый бой. Второй бой он будет точно так же проходить. Только мы здесь поменяем местами. И команда будет выглядеть следующим образом. Нару просто вытянем на центр, чтобы она вытянула Гвинет. И задний ряд особо сильно не пострадал. И посмотрим, что будет происходить дальше. То есть, там уже залетают Розы. Теску начинает раскастовку. Сейчас отъедет Хасас. И в итоге нас еще и отпинули. Так, ладно. Ладно. Что-то как-то странно. Я, по-моему, выиграл такой командой. Хотя могу ошибаться. Ну, давайте тогда вот так вот сделаем. Что-то как-то странно. Очень странно. А, ну да. Я тут, по-моему, ставил Тали, друзья. Я немножко перепутал. Потому что Хасас, он же дает, видите, вампирик. Вот я буду ржать, если нас сейчас умотают. Ну, я сомневаюсь, наверное. Интересно, кто кого? Офигеть, друзья. Что творится? Как так? Я проходил такой командой. Что за дичь? Что за дичь происходит? Ну-ка. Что-то какие-то тут невнятные вещи происходят. Ну-ка, давайте мы поставим, короче, скриата сюда. Что-то я не догоняю. Я же вот проходил. Долбанный Тайду со своим страхом. Что-то я не понял вообще, как так получилось. Ну, честно. Я до этого проходил вообще не напрягаясь. Может быть, я и подзапамятовал со вчерашнего дня. Так, следующий бой сюда. Самый низ. Кого мы здесь поставим? Ну, здесь мы можем поставить тоже вот как бы вот так. Давайте. Поставим Тайдуса, который залетит назад. Поставим Пегги по центру. Почему бы и нет. И поставим Нумису. Пусть вот такая пачка тоже дерется. Против скрига ставит Соню. Смысла нет. Там будет топтание, подкидывание. То есть, нам надо, чтобы она набрала быструю энергию и пошла раскастовка. Тут еще Пегги со своими гвардами. Вурк погибает вражеский. Он очень опасен здесь с точки зрения того, что он баночку кидает и напуливает заднего ряда. И у нас остается Нумису и остается Тайдус. Блин. Живет собака. Вы посмотрите, какой он живучий. И что, мы его не убьем, да? Это смешно же. Он отхиливается, пес. Блин, это веселуха. 18 миллионов Тайдус вражеский. Что за дичь? Окей. Тогда мы сюда не Нумису поставим, а давайте мы сюда поставим Трезнора. Или мы поставим вот этого чувака. А тут еще все хуже, короче. Что за прикол такой? Так. Стопэ. Стопэ. Что-то не то, блин. Что-то не то. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. От перестановки мест влагаемых суммы не меняется, да? Как говорится. Ну, сейчас посмотрим. Так, пошла раскастовка с Сони. Там золотые розы. Ну да. Вот, прикиньте, да? Вот просто, как бы, ну... Ой. Не, ну она там, конечно, урон наносит хороший. Это Сони. Так. Здесь та же самая команда. Ну, тут бы, конечно, лучше могильников поставить. Что там, больше фракции Носителей Света. Тут еще Скарлетт с Морроу, которые могут тоже дать приколов. Так. Скарлетт отъехал, остался Морроу. В общем, все погибли, но команда затащила. Не, ну она справляется со своей задачей, друзья. Великолепно просто. Просто великолепно. Ну и арена испытаний. Арена испытаний. В общем, я тут ставил 570. Давайте, вот, журнал. Так. Где тут? Нет, не меню. Таблица лидеров. И в таблице лидеров, вот, видите, я тут поставил 570. И, в принципе, прошел. Так что, если, друзья, вам надо будет, естественно, проходить, за основу эти команды можете брать. Только тут стоит 550, а я хочу поставить 570. И показать вам эти боевки и прокомментировать их. В общем, первая команда. SF. SF, блин. Dota 2, да. Ну, вообще, как бы, вот этот перерожденный изиш из канализационных, он капец, как я от него кайфую. И вообще, вот от этой пятерки я тоже прям получу неизгладимое удовольствие. Артефакты вот такие полетели. Сейчас посмотрим. Ну, Один тут стоит. Вообще, когда я ставил 550, Один тут сразу моментально отъехал. Но здесь сейчас будет прям возня такая, прям возня. Ну, Альна в первом ряду с Сонькой это шикарно. Это шикарно, потому что она живет. Если на нее поставить еще зов, допустим, да, или какой-нибудь артефакт, чтобы ускорить процесс набора энергии, задний ряд будет просто бессмертный, мне кажется. Ну, серьезно. Это очень хорошая комбинация двух героев первой линии. Так что берите на вооружение. И Соня здесь всех передамажила. Вот так. Так, что мы делаем дальше? Второй бой. Артефакты здесь вот такие. Это перерожденный Тейн. Также все остальные. Это Хендрик, Соня, Эйрон и наш попугайчик Скриат. Хотя на Скриата можно поставить здесь совсем другой артефакт. Ну, короче, эта роли не имеет, друзья. 360 и 570. Я считаю, что неплохой показатель прохождения. То есть мы сразу понимаем, что в ПВЕ Соня будет отлично отыгрывать. Да и в ПВП она тоже будет отлично отыгрывать, друзья. И тут я поставил ее назад. Потому что если вы ее поставите вперед, она выживать не будет, друзья. Не будет, как ни крути. А нам очень важно, чтобы выжил Эйрон и Скриат. И дали время именно перерожденному Тейну показать все то, на что он способен. Третья боевка. Кстати, я здесь реально долго бодался. Потому что здесь еще Роза. А Роза это такое. А Ригби тоже живет капец. Артефакты стоят следующим образом. Здесь я как раз таки поставил на Соню Зов. И она стоит сзади. Так же, как и Пипа. И так же, как и Аталия. У Заурата и перерожденной Толены выживаемость высокая. Поэтому они должны справляться со своей задачей. Именно в передней линии. И запускаем бой. Там Заурата, Толена атакуют Морл. Там еще и залетает Красная Роза. И Толена на себя берет очень большую, важную роль. Вообще, нисколько не жалею, что я прокачал Толену, друзья. Она у меня сейчас плюс 30. Е30. 9 из 9. Докачиваю сейчас шмотки. И дальше будет видно. Дальше будет видно, стоит ли ей качать Е60. Так, опять Ригби. Ригби это самый противный чувак, блин. Который может встретиться против вас. Все, это победа. Причем все тут отличились. Ну, даже Соня всех передамаживает. Еще посмотрите, сколько там отхилилось. Да, сколько она впитала. Она впитала больше, чем Заурат. Но Заурат-то отъехал. А она-то жива. Так, четвертая боевка. Тут через Хазарда. Вот вам пример задней линии. Да, это маги. Маги, которые стоят. И которые, блин, елки-палки должны убивать. Артефакты вот такие. И запускаем бой. Эта команда вообще великолепно живет. Потому что, блин, Машка со Стар в одной команде. Это шикарно, друзья. Плюс, если Теску раскастуется. Тут Хазард, который не выпускает из контроля на минимальном здоровье. Еще и Соня тоже надамаживает. У команды вообще здоровье не понизилось ни разу до половины. Они просто стоят и не выпускают из этого дичайшего контроля и урона всю команду противника. Они просто уничтожили. Дизмораль полнейшая. У вас еще есть вопросы, насколько хороша Машка, Стар, Теску и Хазард. Хазард тоже должен быть в вашей команде. Хотя раньше я его вообще не любил. Я просто не понимал этого героя, как его использовать. Но со временем, со временем люди некоторые подсказали. Сам там методом проб и ошибок я все увидел, друзья. И понял, что Хазард должен быть у всех. Так, следующая команда. Это, конечно, через Карли. Тут еще у нас стоит наш замечательный Трезнор, Фейн и, ну, короче, все остальные герои. Артефакты еще раз показываю вот такие. Погнали! Тут команда врага будет просто тоже закинута в самый конец. И вы увидите, что все отъедут. Даже, смотрите, Соня уже отъехала. Но золотые розы до сих пор висят и помогают. Они стоят. Их там просто, вон, смотрите, отодвинули по линейке назад. Вообще, шикардос. Как же я обожаю, вот, блин, новых героев. Особенно, когда ты их хорошо получается скомбинировать с другими героями. Это шикарно выглядит. Это шикарно выглядит, друзья. 570. Но я думаю, что не предел. Не предел для этих команд этот уровень. Можно попробовать и 580. И даже, может быть, попробовать поставить 600 уровень. Эта разница будет уже очень большая. И, соответственно, вы займете более высокую позицию. И заберете потом в заданиях через 6 дней дополнительные кристаллы на глобальном серваке. Это все, что касаемо арены. Тестов этого героя. Теперь давайте зайдем на арену героев ПВП. Тут, конечно, вариативность небольшая. Но мы просто попробуем эту героиню использовать в команде против Айнзопаков. Ради прикола. Просто вот ради прикола. Мы ее поставим. Альбедо будем оставлять. Тут, конечно, Этсо. Блин. Ну, давайте мы уберем Дессиру. Мы поставим вот так, друзья. Вот так, да? И мы поставим Соню в первый ряд. Еще раз говорю, артефакта нет. Это плохо. Это капец как плохо. Какие у нас тут артефакты. На Альбедо вообще артефакта нет почему-то. Давайте поставим вот такой вот щит. С Хендрика снимем. Тут шапка. На Мерлина поставим мы, наверное, типа Зова. На этом оставим плащ. Хотя можем попробовать поставить клинки. Не знаю, насколько это будет эффективно. Ну, давайте попробуем клинки. Вот. И посмотрим, какие артефакты у чувачка. Что-то я не понял. 215, 197, 520. Тикс. Ну, погнали. Погнали наши городских. Сейчас посмотрим на эту боевку. При скорости Х2. Не знаю. При скорости Х2 это будет очень медленно. Красные розы. Сейчас наша Соня отъедет. Да. Ее Эцио прибил. Ее прибил вражеский Эцио. Это плохо. Это плохо. Ну-ка, запись. Давайте запись посмотрим. Сигурд. Тикс. Давайте с Ким Дахон подеремся. У него Десира. Блин, артефакт нужен этому персу. Капец просто. А давайте мы сделаем по-другому. Короче, мы сейчас поставим на этого чувака зеленый плащ. Мы воткнем его вперед. И оставим вот так. И оставим вот так. И сделаем вот так. Вот так, друзья, сделаем. Не знаю. Не знаю, что из этого получится. Но мне интересно. Можно попробовать с могильниками скантовать. Сальные скантовать, да? Сейчас увидим. Мой Эцио отъехал. Розы, розы, розы. Спасут ли нас розы, друзья? Ну, даже не знаю. Слушайте, а спасают. Спасают. Интересный бой был. Сейчас посмотрим статистику. 185 миллионов. Вы посмотрите. Соточку отхиливания, да? Неплохо. Ким Дахун, она как бы это... По уровню у нее 518-й, у меня 513-й. И там еще Десира. В этот раз Десира вообще ничего не смогла сделать. Она отъехала максимально быстро. То есть, даже раскастовка не произошла. Ну-ка, а если поставить против Сигурда, допустим, с этим героем... С этим героем могильников. Давайте ради прикола замутим такую приколюху. Поставим вот ее вперед. И поставим сюда... Знаете, какую команду? Вот такую. Я не знаю, затащит она или нет. Мне просто интересно. Вот, блин, артефакт бы можно было ставить в этих боях. Только вот так, наверное, поставим. И полетели в бой. Сейчас посмотрим подаловку. Можно, в общем, проводить кучу тестов с этим героем. Альна отъехала. Она в итоге так и не ультанула. Да, она не ультанула вообще ни разу. Это плохо. Это плохо. Ну, хотя она тут хотя бы надамажила, друзья. Блин, можно попробовать пачку через, допустим, Аталию поставить. Еще разные варианты. Короче, можно тестировать до безумия просто. Ну, с Айнзопаками, конечно, сложновато бодаться. Но я думаю, что этот герой поможет. Поможет выживать. И надо просто проводить кучу тестов. В общем, мое мнение какое, друзья? Какое мое мнение? Я думаю, что она офигенски зайдет в ПВП и ПВЕ. Против каких-то боссов, не знаю. Возможно, тоже. Потому что под розами вот эта вся фишка будет работать. И если Соня будет жить, то и, соответственно, команда тоже будет жить под всеми приколюхами, которые она дает. Мое заключение – годнота, друзья. Однозначно годнота. Ее надо качать. И чтобы она была в вашем арсенале фракции носителей света. Ну, а на этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно было годным. Реально, можно было тут посмотреть и взять что-то для себя полезное. Вот. Пишите, что вы думаете. А я почитаю. И если реально будет что-то там ответить интересного, я вам отвечу обязательно под комментариями, друзья. Увидимся. Всех обнял.